Выборы в ДНР и ЛНР. Киев не обойдется без провокаций. Политолог Ростислав Ищенко. 11 ноября в ДНР и ЛНР пройдут выборы глав республик и депутатов народных собраний. Против них активно выступает Украина и западные страны. О том, стоит ли ждать каких-либо провокаций со стороны Киева и позволят ли выборы как-то изменить ситуацию в регионе, мы поговорили с политологом Ростиславом Ищенко. Думаю, что без провокаций Киев не обойдется, хотя бы потому, что он устраивает их постоянно. Почему же выборы должны стать каким-то эксклюзивным моментом? Конечно, будут провокации. Не думаю, что их число резко возрастет, но, возможно, будут непосредственно связаны с выборами. Смысл выборов всем понятен. Власть должна быть легитимирована как народом, так и мировым сообществом. Одно дело, когда прошли выборы, и во главе страны стоит человек, получивший мандат из рук народа, и совсем другое, когда это просто самопровозглашенная власть, опирающаяся на силу. Как выберет народ республик, так и будет. Как бы не хотели этому помешать США и другие страны Запада, им рано или поздно придется иметь дело с выбранной властью. А то, что Украина отказывается в каком-либо виде признавать наличие этой власти, так это проблема Украины, потому что это ей не с кем говорить. Украина ищет себе партнера по переговорам. Она пытается назначить Россию врагом, который на нее напал и оккупировал Донбасс. Ей надо с кем-то судиться и говорить о судьбе Донбасса, а говорить не с кем. Те, кто в Донбассе, реально решают проблему, Украина не признает. Обсуждать Донбасс с Россией, а чего это Россия за Украину должна на быть порядок в Донбассе, и после этого дарить его Украине. Украина говорит, вы придите, разгоните там народные республики, а потом верните нам территории. А с какой стати? Я думаю, что после выборов ситуация, конечно, серьезным образом не изменится. Мы знаем позицию Киева. Она какой была, такой и останется. Но пройдет легитимация существующей власти. С моей точки зрения, выборы не надо было и раньше откладывать. Я понимаю, что это делалось в рамках минских соглашений для того, чтобы не тревожить наших западных друзей и партнеров, которые не знали, как им извернуться так, чтобы и Украину не обидеть, и Минск сохранить. Но думаю, что выборы давно надо было проводить. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для актуальных комментариев. Выборы в ДНР и ЛНР. Киев не обойдется без провокаций. Продолжение следует...